Всем привет дорогие друзья, рад приветствовать вас у себя на канале Опустел мой огород, непривычно даже совсем без кучи Заравнивал лопатой колесные траншеи вечером И я вот думаю, нахрена я хожу искать, копать за 3-9 земель Потом оттуда все это пру Камаз колесами распихал, вон кабель алюминиевый торчал Выкопал его, такой вот кабелек, больше метра получился Звездочка от чего-то, вот какая-то пластина И колесо достал, откопал царапи какого-то Старый еще железный от велосипеда Втулка от него, такая вот помойка здесь на старой площади моего огорода Хоть копай тут, начинай Дело движется к Пасхе, носил мусор к мусорным бакам Народ выбрасывает ежегодно всякое барахло Принес вот кое-что, было наверху Такой вот медный кабелек антенный Вот видно, что оплетка медная И вот этот вот, вот эта сердцевина тоже медная Это хорошо, жестянка Такой вот профилек с крыши И старую какую-то древнегреческую клаву Что-то похожее на корт от покрышки, тоже захватил Вот этот ругляш не уехал с металлоломом Его придавило, прижало здесь, в землю утонул он И вот ведерко насобирал, мелочевки, которые отлетали от КамАЗа Здесь вот все пограблил Вот ведерко с мелочевкой Вчера и дождь не дождь, погода мрачная была, висели тучи Иногда изморозь начиналась, хотелось покопать съездить Но состояние было такое сонное Коп получился бы как хрен вялый с утра Съездил на промзону, там посмотрел, какие дела Ничего там вообще нет Погулял, пособирал, что попалось на глаза По кустам пошарил Захватил оттуда Три доски привез и мешок Взвешу сейчас мешок И покажу, что там попалось По дороге туда, на обочине Валялся какой-то пускач Разбитый камнем Откуда такой, кто нашел, фиг его знает Корпус я забрал Тут втулочки есть Вроде по цвету, как Латунные, небольшие Сейчас разобью Вот они И попробую достать Вот желтоватый у них цвет С прошлого видео я не озвучил Вот эту находку и не показал ее Это все-таки аккумулятор Разбил ржавую стенку Пластины стоят Странный какой-то АКБ Древних времен Может от поезда какой-то Аккумулятор такой Там же стоят на локомотивах Батареи по краям На 50 вольт, по-моему Короче, друзья, пилить даже не стал Пластины из чермета На кучу нахрен Ох, тяжел Килограмм 15 в нем Мешок получился На 10 килограмм Достаю из мешка Находки В основном тут Одна мелочуха Проволоки полно Это все чермет Вот такой вот Неплохой какой-то уголок попался Нормальный прутик Вот такой хороший Ну, это всякая мелочь Здесь Вот какое-то устройство Достал в кустах Тоже Черный металл Идет Вот это вот С этого пускача Детали Также здесь вот от него Всякая мелочевка Вот такую медь нашел В костре полумертвую Алюмишка Вот еще от него детали Алюминий Вот такой вот противогаз нашел Тоже в кустах валялся Как раз, наверное, мою репу Маленький вроде бы Вот еще два небольших Медных проводка Такие вот находки Вчера попались При прогулке Разбил через сумку пускач Мусора нет А латунь есть Ее немного Но она Увесистая Дождь все-таки Какой-никакой Спустился ночью И утром шел Но сейчас вроде распогодилось И можно смело гнать на поиски Поедем покопаем, друзья Я уже на месте Спустился В овраг Велосипед там оставил Проезжай мимо диванов Нашел там Всякую мелочевку Алюмишку Потом покажу Не будем затягивать время Так как с погодой Сегодня не повезло Уже Пятый час пошел Время не нашел Вот такую чашку Когда сюда Продвигался Здесь в сосняке Как и до этого говорил я вам В прошлом видео Здесь копали люди С металлоискателем Судя по всему Так как Я пробежался В прошлый раз Сюда приходил До этого еще Здесь копки разные Но глубокие сигналы Вот тут вот где-то были В прошлом году Я здесь Что-то находил Но копать не стал Не знаю что там Может тут вообще уже Ничего дельного не осталось Тут вроде как Экскаватор загоняли Видать В какие-то времена Ну то есть Может лет Там Около 10 назад Здесь вот Всякие ямы Такие Выкапывали Наверное крупняк Какой-то Уже они такие Заросшие Видно что Ямы Не первой Свежести Вот друзья Здесь помойка Такая Свалка СССР Электротеха Куча Валяется Провода Сейчас пока Здесь пройдусь По вот этой части Вот тут Провода Еще где-то Здесь я видел Все это Пособираю Или все-таки Копать начну Пока не знаю еще Смотрю Может тут что-то попадется Какой-то цветняк И приступим Вон ведро валяется Сейчас вот так Пооткидываю Более-менее в кучу Что попадется на глаза Ну Пробежимся Посмотрим Что здесь Будет попадаться Какие сигналы Все поехали Еще провод Тоже Алюминий Это Шкура Вот какой-то Маффин Такой вот Магнитофончик Дома потом Разберем его Тоже Сумку откладываю Сумку с собой Мешок взял Сейчас еще здесь Порыскаю Шинку все Забираем Кучу надо Восстанавливать Прищепка Алюминиевая Старая Вот Кто помнит Такие Сразу Напоминание О Восьмидесятых Девяностых Годах У кого такие Весели Ставьте Лукас И без этого Тоже лайк Ставьте Чувурно Труба Какая-то Была Тоже Заберем Ух Ё-моё Сколько тут Шинки Сколько здесь Шинки Давно я по помойкам Не лазил А все равно Они меня Зовут Только теперь уже Помой на новом уровне С металлоискателем Опять электротех Жалко Что не медь Да Опять алюминий Просто куча здесь Проводов этих Жесть Тут Сколько Всякого Добра Я уже Вон Полную Яму Набросал Еще один Бетон Капец Блин Ладно Приступать Надо Наверное Копу Что-нибудь Поискать А то Я здесь До вечера Буду Весь этот Хлам Сортировать Сюда Отдельно Потом Надо заглянуть Вот по этим Отвалам Они идут Сквозь туда Уходят далеко Медяшечка Такая Вот Что-то тут Еще есть Проволока Так Ладно Проволоку Достанем Попозже Вот Что там Сидело В яме Такая Летяга Проволока И медь Продолжаем Снова Медная Находка Кусок Трубки Отрыл Железо Железяка Сантиметров 15 Туда Уходит Вот Вниз Здесь Кончается И туда Еще Не знаю Сколько Она идет Но в бетоне И тут Вот угольник Здоровый Но это все В камнях Кувалду Нужно Подолбать Попади Что-нибудь Получилось бы Сигнал был Еле-еле Все-таки Решил копнуть Такая вот Арматура Изогнутая Нормальная Вообще Кое-какой Был сигнал Но все-таки Решил Выкопать такая друзья находочка вылетела здесь еще лед там пытался копать но короче ямки оставил потом когда растает лед сюда приду я не знаю там может проволока вон оттуда проволоку всякую доставал возможно это она они какие-то нормальные находки такую штуку нашел это нет это не подшипник не знаю что и вот жестянку здесь вот провозился тут еще лед ставлю потом приду сюда и по этим местам чтобы не забыть покопаю еще одна находочка попалась лист какой-то сложенный вдвое как сюда я в том году зашел осенью вот с этого края здесь нашел такие вот находки другой стороны когда заходил заводской свалки вот части валов этот вот час достал какая-то шинка и вот тут вот все перелопачено вот ямы старые вон там он копались здесь вот тут и не дарил лист я прошлом году его пытался достать бросил вон сидит лист какой-то вон кто-то копал очередной снаряд в коллекции друзья как прошлом видео точно такой же тяжелый зараза красава вот тут вот был тут не докопал его нормально продолжаем поиски все-таки ходишь ходишь нет нет до железа попадается начал копать какую-то хорошую увесистую железяку ну блин она идет бетонный блок вот он во враге уже темнеет есть находки но они все опять бетоне вот торчит что-то там он труба еще лед попробовал вообще не копается труба куда-то уходит и вон если вам видно рельса торчит вон и она тоже в бетонной вот этой хрени так ну ладно идем дальше вышел вот сюда наверх сейчас здесь вот тут выхожу вон там 5 бетон валяется еще что-то выкопал не швеллер что-то полукруглые и на этот раз не в бетоне уже радует смотрите друзья что нашел на стопудово это в бетоне блин там по-любому какая-нибудь плита бетонная валяется хрен это достанешь она даже он вообще да стопудняк все в бетоне даже копать наверно бесполезно можно попробовать но мне кажется вот прокопаешь там штыка 2 и все это уже другой день приехал забирать все свои находки взял три мешка в один складываю цветной металл другой капонину ну и вот что нашел на свалке всякий чермет складываю кладываю где вчера не показал нашел вот такой кабельный алюминий в болоте там болото туда не ходил не заходил вкус ты может там еще что-то валяется хоть алюминий у нас соберут по 60 рублей да вот такие ценники у нас прекрасные алюминий по 60 абсолютно весь неважно это провода или пищевой алюминий все по 60 рублей медь 500 рублей латунь 300 рублей все равно собираю алюминий так как цветмет я могу поехать и сдать совсем на другую приемку другую область там ценники намного адекватнее 40 километров правда нужно проехать в одну сторону но все равно ценники там гораздо выше там медь по моему под 600 рублей если не 600 муж 590 так где-нибудь так что собираю все цветмет можно сдать и в другое место более выгоднее знаете находки да друзья опять пилы в общем сейчас все уложу еще пробегусь вот так по отвалам туда посмотрю глазами что здесь есть пока я вот с тележкой что есть по собираю с помойки видимые железки потом снова вернемся сюда на продолжение нашего копа вчера уже было темно некоторые находки не показал пришел вон оттуда где забетонированная рельса сюда вот на бугор здесь какие-то сигналы были вот что-то вырыл все в земле обстучу сейчас но все равно не знаю что это такое забираем летяга какая-то здесь вот еще металл какой-то достал х опять вот остатки пилы и что-то вот капец все в земле в ржавчине ну отобью потом ладно тоже забираем тяжеленькая пока землей хожу еще продолжаю что попадается на глаза и нашел нефть вот прикольный бочонок такой короче вчера быстро очень стремительно стемнело и здесь кругом одни болота в лесу утки летают наверху и кто-то начал стрелять по ним ё-моё я быстрее короче собираться отсюда надо еще жопу подстрелят на хрен такой коп нужен отбивал сейчас вот эту железяку вот об это корпус какой-то был вон весь вообще прогнил это хлам а не металл морите как сожрала сколько здесь это лет лежит офигеть он от металла ничего не остается вот какой был и вот какой стал жесть и тут заросли просто крапива всякое говно и моё джунгли вылез заметил алюминий провод алюминиевый еще алюминий ух ты думал что нет ружина болен чуть по башке не дала мне что это такое алюминий шли ветку вросший или корень а это корень вот веберочка под мелочь подъехала солнце весеннее вышло жарковато становится так как алюминий болен весь вымотался по этим кустам до зарослям лазить совсем немного но так что ли алюминиевая проволока да она самая он пружина какая-то валяется точно алюминий он длинный алюминий сюда о ну наконец-то медяшку подогнали друзья конечно маловато ну хоть так чё трамблер что ли о трамблер нормально еще он немного меди грамм по грамму сами понимаете что дальше но дальше 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 опять что-то больно тут шибко народ разъездился, погода хорошая короче, тачка у меня стояла вон там, за деревом, и лежал рядом вал, приезжали какие-то пи***и малолетние и пока я вон там, вон далеко шастал ходил они уже вал типа перепрятали сука у меня слов нету просто давайте проведем промежуточное взвешивание копаного металла совсем маловато пока оказалось на этом участке где я начал копать там еще обход можно провести пообширнее, еще не все обошел вдруг еще что-то попадется это будет видно далее продолжим коп здесь особый металлолом такой бытовой, зациклиться на нем не будем вот что накопал такие вот находочки ну так, более-менее вес есть нормально сейчас взвесим все вот это посмотрим что да как у нас обстоят дела с этим еще нужно вот поработать, оторвать фанеру сюда мелочевку всякую скинул один хлам по-другому этот назвать металл язык, наверное, не повернется кастрюлю вот такую нашел крышки чашки бетоны в общем все это вы уже видели куча проволоки вот такие старые гардины вон от них еще там детали лежат ну и всякое дребеди короче вот опять крышки такая с под люстры, наверное с под плафоном может я ошибаюсь арматурины вон лежат которые выкопал ну и прочие всякие неликвид возле дивана в самом начале поиска попались вот такие находки кое-что я там подвинул отодвинул это опять алюминиевый провод длиннющий такая вот штука алюминиевая оторвал ложка провод ну и вот тоже всякая мелочевка из черного металла кстати пока возил вот это все увидел в лесу возле дороги вот такие подводки длиннющие я их обрубил топором отсюда потом в дальнейшем извлечем латунь в этом ведре у меня все что связано с цветным металлом вот такую штуку какую-то нашел интересную здесь какие-то контакты тут обрезанный шнур медный потом вскроем посмотрим наверное это скорее всего там будет какая-то плата катушка размоталась блин но ничего страшного провод я смотал в лесу там размоталась прямо у меня из мешка по всему лесу вот такая вот плата здесь еще две катушки одна вот полуразмотанная но я думаю это медь цвет такой странноватый в основном таким лаком красили алюминиевую проволоку ну не знаю здесь вот видно дальше потом идет уже другая обмотка возможно верхняя алюминиевая там медная ну в общем потом все посмотрим медные контакты в трамблере присутствуют вот какая-то плата от телевизора видимо здесь один электротех вот чайник попался с медной спиралью консервные банки тоже пойдут в алюминий потом далее буду все это прессовать перевесил находки такие вот цифры получились все записывал считал вот первый мешок на 19 килограмм вал 11 килограмм и вот дальше второй мешок третий мешок 9900 8400 все короче позаписывал здесь вот 2 800 это уже что не удавалось засунуть мешок всякая арматура проволока вот 7 700 в общем все сложил итоговый вес получился 70 килограмм 700 грамм это еще не окончательный вес скидываю металл нагружаю новую кучу увидимся с вами на копе через пару секунд ушел короче друзья с ямы там что-то вообще ничего не попадается всякие ужаки ползают или змеи хрен его знает трава там высокая ушел оттуда переместился немного в лес тут также вот экскаватор производил масштабные раскопки там одни канавы ямы вон если вам видно одни перерытые ямы здесь доставали медь как я узнал от людей кто здесь ну теми временами ходил и даже видел как здесь копали трактором вот такой якорь попался на самой поверхности первая находка такая вот добью видео здесь заодно посмотрю какие находки будут попадаться заодно запилим отдельный ролик с выходом сюда здесь территория масштабная туда и вот сюда до болота можно пошататься по лесу посмотреть что оставил народ после этого трактора здесь хорошо копошился местный люд хорошо отсюда вывозил после того как экскаватором забрали весь крупняк еще что-то попалось хрен знает гильзы какая-то а гильзы цилиндра походу вот находки есть там еще он скинул какую-то железку шатаюсь короче уже полтора часа и безрезультатно вообще ни одного сигнала нет нормального чтобы копать один мусор попадается жесть полная все вот исходил от той точки до туда даже по дороге походил и туда был и вот на эту сторону уже перебрался короче нашел вот такое место копаю очень здравый металл вот эти места короче себя не оправдали ни Таяма ни вот это место где я думал будут нормальные железки останутся но сельский люд все конкретно ископал все полезные ископаемые отсюда вывезли ну ладно ничего не будем расстраиваться места еще полно еще где болото там я начал одну кучу и не завершил здесь еще можно по лесу вот пошастать на эту сторону тоже вывозили вот сквозь идут ямы здесь вот тоже все копано вот экскаватор был давным-давно вот все изрыто да и люди тут ковырялись вот копки короче сегодня с копом как-то так коп не очень-то сдался вот ладно пошастаю сейчас еще в часок да и буду наверное закругляться не всегда добыча бывает велика и так сойдет другой раз повезет вот неужели за полтора часа крупненькое что-то попалось еще одна находочка в этой местности такая вот толстенькая нормально снизу короче походу еще одна вот и вторая снизу лежала печатную машинку ребят достал сколько ей лет такая вот убитая все раздолбанная на самом верху была подкладка в бетоне сидит подводим итог проделанной работы в сегодняшней серии здесь вроде бы и металла так немного вот еще раз показываю что удалось сегодня насобирать вроде бы и железяк то ни о чем а получилось здесь 45 килограмм здесь только вот эти вот три железки весят 17 с половиной такой вот ротор увесистый тяжелый и вот эти вот литые пластины какие-то не знаю от чего вес имеют гильза и всякая вот такая мелочь полно таких вот труб обрезок вот такие штуковины литые ключ самотык какой-то попался здесь всякий шмурдяк ну и вот железка тоже хорошая вот а по сути здесь такая одна мелочевка но все равно металл есть металл по цветмету у нас вот такой пучок меди нашел на свалке когда ехал на коп валялся кто-то выбросил опять какое-то дерьмо и вот такой вот пучок сначала думал это не медь но потом глянул медные провода от них-то веса почти нет они считают невесомые и алюминий электротех ну все равно на обжиг потом пойдет до кучи докину обожгутся грамм 70 пойди выйдет всего за этот коп за два выхода получилось примерно 130 килограмм там было 85 по-моему и вот сейчас вот 45 где-то 125 килограмм точно есть результат нормальный если так выходить выхода в 30 по 100 килограмм сделаешь и опять уже тритон она собирается но если конечно металл будет попадаться вот сегодня пошастал по лесу думал вообще ничего не соберу но вот под конец все-таки набрал железяки вот попались неплохие так стоп а где трубки медные где магнитофон что-то я не догоняю в общем говоря такая ситуация сложилась друзья привез я все мешки за два раза за два рейса оставил там сумку в самом низу стояла моя сумка куда я складывал всякий цветмет провода алюминиевые там медяшку положил магнитофон который находил я еще после вот этого взвешивания смотрю думаю блин а где магнитофон что-то я не пойму а потом же я вспомнил что я оставлял там сумку думаю ладно приду потом ее заберу и что же я увидел приехал туда сумка моя выпотрошена сумки вообще нет просто горочка из алюминиевых банок вот этих старых советских алюминиевые провода меди я уже там не нашел и магнитофон взял кто-то и даже сумку унесли вместе с сумкой я не знаю как назвать этого человека ну я не буду материться ну этот человек ну ну редиска ну короче этот человек не очень хороший человек комментировать я это никак больше не могу сами напишите что вы об этом думаете воруют ли так же у вас такие проныры ну теперь-то я точно думаю что этот человек наверняка разбогатеет с моих медных запасов которые находились в сумке подымется теперь с колен теперь ему хватит не только на новую сумку сахарную а даже наверное какой-нибудь бич пакет купить в общем ладно будем заканчивать сегодняшнее видео кому понравилось нажмите лайк подписывайтесь на канал хороших вам находок и не воруйте друзья нужно оставаться людьми всем удачи всем пока пока Продолжение следует...